Меня зовут Анна, я очень люблю свою семью, я люблю путешествовать, и я очень люблю, когда у всех все хорошо. Что библиотека, что книжный магазин — это концентрат гениальной совершенно человеческой фантазии, которая нас так к себе притягивает и так питает. Это абсолютно терапевтическая акция пойти в книжный магазин. Потому что я вспоминаю детство, потому что я вспоминаю маму, я начинаю грезить и мечтать, и фантазировать. Книжный магазин, так же, как и книга, он определенный мистический портал, там можно раствориться и забыться. Если я захожу в книжный магазин, я провожу там, надо сказать, очень много времени. Ну, то есть я думаю, я забегу на несколько минут, буквально там, ну, 15-20 максимум. Я спрошу про вот эту книгу, если ее нет, я сразу же уйду. Это не меняет твоего последующего поведения. Это все равно, как собака Павлова, начинаешь ходить между этими стеллажами и смотреть. Вот здесь новинки детективов, вот здесь новинки психологической литературы, вот здесь не появилась ли новая Дона Тарт. Оторваться от этих полок практически невозможно. Когда меня спрашивают довольно часто там про мою любимую книгу или про моего любимого автора, конечно, Селлинджер всегда будет на первом месте. Всегда. И, конечно же, над пропастью воржи, потому что это первая книга, которую я у него прочитала. Я ее перечитывала несколько раз, наверное, три раза. И все три раза она производила на меня колоссальное впечатление. Мне даже говорить сейчас об этом сложно, потому что там же есть места, которые без слез совершенно невозможно читать. Наверное, я очень люблю, неосознанно любила всегда в литературе тему взросления. Есть же масса литературы на эту тему. Убить пересмешника, Харпер Ли, Виной из одуванчика, Фрея Брэдбери, Тайная жизнь пчел, Сью Монг Кит, Дэвид Митчелл, Лужок черного лебедя. Совершенно гениальное. Все, что я перечисляю, это какие-то гениальные произведения, на мой взгляд. И о каждой из них можно говорить часами. Но «Селинджер» — это, поскольку была моя такая первая любовь, я буду просто всегда ей верна, что называется. Тема становления, тема прихода осознания маленьким человеком себя в этом мире, осознание своего одиночества и, наверное, даже принятие этого одиночества. Потому что когда человек взрослеет, когда он понимает, что он одинок, и какое-то время он пытается это не принимать, с этим конфликтовать и искать из этого выход, а потом вдруг осознает, что это тотально, и это просто нужно принять, и в этом, наверное, даже есть какая-то своеобразная красота этой жизни. У нас же это общее нежелание, как говорят психологи-психотерапевты, выходить из утробы матери, рождаться, потому что жизнь — это сложно, потому что она сопряжена с проблемами, которые мы должны решать. Взросление — это непросто, это ответственность и т.д. А нам не хочется, нам хочется остаться там, в этой мягкой и уютной колыбели. И, наверное, вот это в людях отзывается, как Холден отчаянно сопротивляется вот этому взрослению. Ну вот он такой, да, наверное, своего рода Питер Пен, что ли, да? Если бы он мог улететь в Нитландию, он бы улетел. Но у него нет этой возможности. Вообще, я часто откуда-то, когда не давал ни про кого-то обращения, я это не вижу, я не задовольствую, скрустный. Мне очень приятно, я благодарю, что я чувствую, что я с вами расстаниваюсь, а с трудом у нас еще неприятнее. Это гениальный язык Селлинджера, гениальный. Он же очень подолгу писал даже маленькие рассказы. Очень подолгу. Его язык, я не знаю, он... Ну, для меня это... Он исключительно, это как напиться в пустыне, там, после жажды напиться воды. Вот. Просто удовольствие от языка. Естественно, синопсис. Как интересно, что с этим мальчишкой происходит. Как он убегает из школы, как его жизнь кидает, с какими людьми она его сталкивает. Вот эти приключения совершенно уморительные. За ними ведь тоже просто за сюжетом чрезвычайно интересно наблюдать. С одной стороны, Селлинджер очень любит Холдена. С другой стороны, он очень едко над ним иронизирует. И Холден, споря до одури с этой системой и с буржуазностью, сам является стопроцентным продуктом и порождением этой буржуазности. Как он говорит про чемоданы, я не люблю старые чемоданы. Мне даже не хочется иногда смотреть на человека, у которого старые чемоданы. Я ужасно, у кого никогда в жизни не увидел. Это страшное дело, я думаю, всем руку, когда я с удачкой. Я не могу сказать, что я походу, это жуткое дело. Как только вышла книжка «Над пропастью воржи», там же началось такое. Сразу ведь Голливуд хотел купить права на экранизацию, и Селлинджер запретил это категорически. И вообще, надо сказать, он убегал от славы, он прятался от всех интервью. И его агенты и рекламщики, они же были в шоке, потому что они столкнулись с этим не то, что первый раз. Ну да, были такие люди, наверное, и до него. Но как? Это был очевидный успех. А ему было важно совсем не это. То есть хорошо, что у нас нет этого фильма. Счастье. Я вот прям счастлива от этого. Потому что я бы не хотела, чтобы кто-то, пусть даже очень талантливый человек, даже Спилберг со своей прекрасной, талантливой командой, вдруг снял фильм про Холдена Колфилда. Потому что мой Холден Колфилд, он мой. Вот он только мой. Ваш, он только ваш. Холден моего сына – это Холден моего сына. И все. И хорошо, что нам никто не навязывает вот эту внешнюю картинку. Чтение – это работа, это фантазия. И ничего нет, опять же, возвращаясь к теме книжного магазина, ничего нет приятней, прекрасней, интересней, богаче, душеспасительней фантазии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok